Ну что ж, мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о нашем российском футболе и сосредоточимся на основном нападающем сборной России Артеме Зюбе. У нас в нашей стране, к сожалению, нету какого-то однозначного мнения о Зюбе. Многие его любят и уважают, многие его откровенно хейтят. Вот такая поляризация мнений произошла в России. Ну и хотелось бы отметить, что на фоне всего этого, несмотря на критику, Зюба остается основным нападающим нашей сборной. Таково решение Черчесова. Он продолжает делать ставку именно на Артема. Не знаю, к счастью или к сожалению, это уже только история покажет, насколько будет эффективна вот эта ставка и это решение делать Зюбу основным. Но факт остается фактом. И давайте узнаем, что думают иностранные фанаты об Артеме, о его игре и как они оценивают нашего ведущего фоварда. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные комментарии на данную тему. Ну а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания BaltBet, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте BaltBet, а также ведете промокод 24Калуцкий, который также указан в описании, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Луч Верк написал, «Дзюба – очень важная деталь для модели игры сборной России, которая строится на длинных передачах и подачах с флангов. Он царствует на втором этаже, но также может комбинировать и внизу. Гол Миранчука тому поймет. Дзюба выигрывает практически всю верховую борьбу и в этом аспекте является одним из сильнейших форвардов на чемпионате Европы». Ну, «Дзюба» действительно в каком-то смысле универсален. Он может играть и на втором этаже, и в принципе может достаточно тонко работать внизу. Тот самый гол Миранчука – действительно пример подобного взаимодействия, где тоненько в стеночку здесь «Дзюба» обыгрался. На мой взгляд, вообще такой вариант более приоритетный, потому что силовая модель игры, но нам она пока что не приносит особой пользы. 30 голы пока что мы забиваем на Евро только благодаря тонким распасовкам. KingSizeSB написал, «Закрыть Дзюбу просто нереально». Ну, это спорный вопрос, прям скажем. Можем вспомнить Лигу Чемпионов, там Дзюбу в последнее время очень успешно закрывают. «Луис Коэльо51». «Представляю, что бы мог сделать Дзюба в нашем чемпионате Португалии? Я думаю, 30 голов за сезон в легкую». А ведь были времена, когда подписать его было не так уж и сложно. Ну, Дзюба, к сожалению, говорил, что выступать за рубежом, скорее всего, уже не будет. Подписать Дзюбу было бы не так сложно, если бы не его финансовые хотелки. Судя по той информации, которая была в прессе, им интересовались зарубежные клубы, но они не готовы были платить ему столько, сколько платит «Зенит». Вот такая информация есть в прессе, у всяких инсайдеров. Как говорится, за что купил, за то продают. «Федер Доваль1979». «Зюба – главная звезда и душа сборной России». Ну, касательно души сборной России, здесь на самом деле есть определенный смысл в этих словах, потому что многие говорят, что Дзюба со своими шутками, он действительно такая душа компании в сборной России. Ну, так или иначе, есть такая информация. Вильк Роджер написал, «В игре наверху Дзюба просто невероятен. Сегодня из 16 единоборств у него 11 выигранных». Но этот комментарий после матча с финнами, и действительно, Дзюба там много выиграл единоборств, но гол-то мы забили, когда Дзюба отыгрался внизу с Миранчуком, а не когда там была какая-то верховая подача. Поэтому здесь, на мой взгляд, уж лучше, наверное, играть не в силовой манере, а в более тонкой. С Миранчуком и Головиным в такой футбол можно играть. Ну и, кстати, с Дзюбой тоже. Мистер Пикман Ту написал, «Мне безумно нравится Дзюба. Как же он здорово опускает мяч, играет спиной к воротам соперника, начинает атаки своей команды. Все равно, с какой скоростью и как пошлют ему мяч, он его сможет обработать». Ну, Дзюба в лучшей форме действительно примерно такой. Другое дело, что сейчас, на мой взгляд, на Евро, он далек от оптимальных кондиций. Ну, будем надеяться, что еще раз качается. Хавьер Каре написал, «Я всегда сравниваю Дзюбу с Питером Краучем. Прежде всего, в игре наверху. Это великолепный игрок. Сложно забыть его отличные выступления на прошлом чемпионате мира». Ну, Дзюба и Крауч, на мой взгляд, все-таки футболисты немножко разного типажа. Крауч не был так оснащен в плане игры внизу, как мне кажется. Ну, и вообще, Крауч – это весьма такая специфическая фигура, которой, на мой взгляд, просто повезло оказаться в Риверкуле. В другом клубе, когда он выступал за средние коллективы, он там ничего особого не показывал. В общем, тот пример, когда футболист держится исключительно на своем высоком росте. Галифакс написал, «Играя в топ-клубе, Дзюба был бы одним из лучших центр-форвардов мира». Ну, увы, как мне кажется, для отъезда шанс был упущен, потому что Дзюба интересовался когда-то Тоттенхэм, но не сложилось. Франциско Соуза, 22. «Дзюба выдал еще одно шоу, действуя великолепно. Он великолепен и в подыгрыше, и в приеме мяча. Он один из лучших нападающих этого Евро по умению цепляться за длинные передачи и выигрывать единоборство». Ну, такое вот мнение. Футболист его написал, «Дзюба – крутой нападающий. Надеюсь, что он когда-нибудь все-таки перейдет в клуб из топ-5 европейских чемпионатов. Я думаю, что он может показать что-то наподобие того сезона, который был у Бурака Елмаза в Лиле». Ну, кстати, пример Бурака Елмаза, он такой, достаточно показательный. Футболист из не самого топового чемпионата перешел во Францию и там, в общем-то, на старости лет начал забивать в промышленных масштабах. Елмаз, по-моему, на три года старше Дзюбы, но при этом смог показать себя в Лиле и вместе с этим клубом выиграл чемпионат Франции, как бы. Поэтому здесь, ну, вполне себе актуальный вариант. Если Дзюба повторит эту историю, было бы круто, но мне почему-то в это уже особо не верится. Мне кажется, что Дзюба останется все-таки в России. Аурнас написал, «Дзюба – мой кумир. Надеюсь, он сможет показать себя за пределами российского чемпионата». Ну, как я уже сказал, шансов на это не так много. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!